Всем привет, с вами вновь Фокс и Эхо, мы продолжаем проходить Снайпер Элит 4. Всем привет, ребят. Ну что ж, долгое затишье прошло. Я пока повозился с ремейком Resident Evil 4, решил заново пройти. Но по новой всё прокачивать, господа. Я покинул деревню и передобрался до замка. О, вот всё. Да. Кстати, газа подводит начинает у меня. А, кстати, ещё, зрители, все, кто ждёт наше Сэхо Кооперти, мы вынуждены вас разочаровать. Когда мы будем записывать Снайпер Элит 5, неизвестно. Причина теперь Rebellion, разработчики, они ввели не только против РФ и Беларуси санкции, из-за чего игры от Rebellion не активируются в данных странах. Ну, теперь ещё и Казахстан. Вот. Вот. Теперь Казахстан ввели санкции. Вот. Так что вот, когда мы будем записывать Снайпер Элит 5, неизвестно. Вот. Так что, господа, не серчайте. Корее всего из-за того, что тоже русские живут в Казахстане. Их тоже, их у нас-то немало. Тоже русских. Ну что ж, теперь можно пока поболтать со всеми персонажами, которые находятся в этом домике. Бутылочка к Янти урожая 13-го года. Счастливый день, сеньор Динелли. Можно Сальваторе. Просто по имени. Мы ведь с тобой друзья, верно? Да-да. И вот, локализация небольшая, небольшие помехи, господа. И вот персонажа говорят одно, а в субтитрах пишут другое. Но это уже пускай на совести локализаторов. Я не помню, но в какой-то из Делс-эмиссии русская озвучка отсутствует. Вот, есть русские субтитры, но русской озвучки нет. Да. Есть субтитры русские, но русского голоса нет. Вот, но тем не менее, английский, вот актер, который озвучивает Карла, Томас Кларк Хилл, у него замечательный голос, неплохой. Да. Вот. А еще, да, ребят, по поводу кооперативов, мы, возможно, восстановим. Вот старые кооперативы и переделываем. Вот Снайпер Элит-3, Лэфт Фудет, и, возможно, еще запишем Снайпер Элит-В-2. Восстановление старых копов вряд ли что-то стоит. Ну, ты же не забывай, что я отчасти из-за тебя их стер. Да все равно ничего не стоит. Ну, а если что, устроим голосование. Пусть подписчики решают. Проголосует. Восстановить ли нам старые кооперативы или нет. И так немало нервов-то затратили. И времени тоже. Ну вот, но по поводу Лэфта, если что, мы будем чередовать. Вот одну кампанию в обычном режиме, другую реализм. Хотя, может быть, маленькие будем кампании на реализме записывать. Да. Вот, к примеру, вот Крэш-Корс и Последний Рубеж. Где всего одна-две зоны. Возможно, будем на реализме. Небольшой мазохизм в реализме в том, что ведьма убивает с одного удара. На всех уровнях сложности, кроме легкого. Я лично проверял такое. Но в обычном режиме ведьма на Эксперте убивает одним махом. Это вне всяких сомнений. Я лично проверял, ибо я все кампании во втором Лэфте, точнее в обеих играх Left 4 Dead, проходил на Эксперте. Плюс я проходил одну кампанию на экспертной сложности при включенном реализме. И вот самая простая, это вымерший центр. Вот, и получил за это достижение. Настоящее дело. Было сложно, но я не сломался. Я справился со всем. А если еще, кстати, вопрос, буду я стримить ремейк четверки, то возможно, но это не факт. Вот опять. Опять. Персонаж не до конца договорил фразу, а она исчезла. Вот. Поэтому вот. Возможно, и кстати, вот еще, что у меня утра в ремейке четверки, так это то, что есть возможность классическую музыку из оригинала поставить. Вот, да. Плюс не забывайте, господа, я же еще в МГО играю. А там намного жестче мультиплеер. Там кто-то обязательно ловушки понаставит. Плюс читеры, господа. Нужно разобраться с Капом. Вот. Но читеров я временами караю. И записываю даже видео, где честные игроки нагибают читеров. Э, кто? Это меня палят или тебя? Не спалишь меня, нацист. Все. Нечего палить меня. Так, пока на крыше посижу. Окей. А я пока поотмечаю всех солдатей, в которых увижу. И, возможно, даже кого-то поустраняю. Надеюсь, в нашем сэхо-клопе будут смешные моменты. Какие, я думаю, вы знаете. А я помню, как ты всерьез с Эмми купался с... И Вова кричит, Саня, ты долго там еще будешь купаться. У меня там замес. Да-да-да. И вот на Вову напали скелетоны. А я в это время в воде был и есть. Но я секреты искал и припасы собирал. Вот. А Вове помощь нужна была. Так, тебя там... И вот нацист западает. А я знаю, ибо я сам его привлек с помощью свиста. А сам сделал. Да, я сам его привлек. Ну-ну-ну-ну. Даже не пытайся. Там еще кто-то желтым отмечен. Не знаю, может быть, звуки посторонние услышал. Так, попробуй по некоторым немцам поснайперить. Попробуй. Только лишь бы меня подозревать не стали. Поаккуратней там. Ага. Три человека уже сполошились. О, тихо-тихо. Нет, ты не видел, ты не видел, ты не видел. Ну, давай, немчура, подымайся. А не подымается, умный тварюга. Так, другой подымается. Да, блин, чё я... А-а-а... Вот, эфэ, чё-то чё я его достать не могу? Вроде бы же есть возможность, будучи повиснутом состоянии, прихлопнуть. Тх, и вот еще, эти немцы в упор меня не увидели. Вот всё, вот теперь спалили. Так, ладно. Нацисты. Так. Оставлю вам сюрпризик небольшой напоследок. Так, всё. Ещё ловушку там... Да. ...предел. Да-да. Давайте, нацисты, идите в ловушку. Вот всё, они послали солдатей наверх. Давайте, кто-нибудь, наткнитесь на ловушку. Вот попался, лошара. Как он минул, ты не увидел? Да, может, он слепой. Достаточно лишь наклониться и понять. Угу. Или жёлтое пятно не увидел в упор. Так, я пока подымусь наверх. Вот данные соберу. Поднять. Это звуковые патроны к винтовке, которые мне и нафиг не сдались. А, кстати, ты ещё видел смешной момент в моём кооперете с Вовой, где Вова под зад получил взрывной пинок? Это я заметил. Ещё всё, я заснял, мне где Вова так вышелся. И не мог ядра доставить, а я там в стороне стоял и укачивался. Точнее, укачивался. То есть ещё я заснял, а я где Вова раздвоил. Так, где этот офицер? Вижу его. Так. Обещу, пока тело офицера. Там один, походу, сзади. Вижу на радаре. А, вот всё. Заметил его. А! Я дальнего прихлопнул, а вот ближнего... Он, как назло, прятался за бучками. Да чтоб тебя. Так, ты там обыскал офицера? Да, обыскал. О, ты последнее письмо нашёл. Так, ну вроде никого не осталось. Ага. Так, тихо. Так, тихо. Хочешь мортал начистить? Не, подкроюсь сзади, как хищник. Ну, убить в ближнем бою. Ага. Вот так. Черт, меня заподозри. Угу, вижу. Из-за того, что промахнулся. Салатеи, похоже, к тебе бегут. Точнее, или не бегут. Вот так. О, черт. Чуть не спалили. Вовремя я. Тут ты вовремя. Угу. Так. Вижу, она, радиста. Уже был. Ещё вот солдатей увидел. На. Так, сейчас надо выманить конвой. Вот, да. Да, обыскивай ты его. Так, всё. Всё, выманиваем конвой. Теперь, если всё только отсканировать. Вот, на грузовике. Ты идут? Вот, а то мне... Я подумал, что ты завис. Не, надо было отойти. Мм. Так, ладно. Я пока... Пока ты за него подходи... Подходи, чтобы... О, ой! Ёшкин пень. Вражеский снайпер... Где? Отметил его. На тебе, падла! А, на том же самом месте. Оказывается, и здесь могут спалить. Я не знал про это. О! 190 метров дальней высоты, но это оценка С. Вот, да. Класс С. Как мне написали. О, блин. Я же дрогнул. Так, вижу, направляется конвой. Угу, я тоже вижу. Теперь главное просто взять бинокль и... И наведя... И посмотреть на несколько секунд на эти грузовики. Вот, чтобы персонаж отметил нужный. Так. Так. Так, второе. О, тихо! Не, без... Без палева. Так, надо отметить. А, вот всё. Присвоение предметов искусства. Вот всё. Похоже, нужный грузовик нашли. Теперь остаётся только... А-а-а... Удавить в колокол. И всё на этом. И задание будет выполнено. Так, у меня тут немного подлагивает. Вот, да. Ну всё. А-а-а... Ты ещё так же можешь. Да-да-да, я могу... Я могу танцевать. Тоже могу танцевать диску. Вот, пожалуйста. А-а-а-а-а-а-а... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А, кстати, помнишь, вот... Кооператив по Resident Evil 5, где танцующий зомби был. Да. А-а-а-ля... А, кстати, вот, и вот что мне непонятно по поводу вот моих прокляений. Вот неужели... Эм... Моим зрителям зашли ДЛС по Alien Isolation. Вот, которая создана по мотивам первого фильма Чужой 1979. Так, вижу танк. Кого-то спалили. Твою мать! Вали оттуда скорее. Пострелят, блин, сейчас. Ага. Вот, поэтому вот, неужели ДЛС и Кэлли на Золэйшн реально зашли? Так, сейчас я подлечусь. А я пока... А я пока ли кому-то внутренности разнесу? Вот так. Так, тихо. Как бы те, они спалили. Меня пока еще не спалили. Опа, к нам отряд цело направляется. Так, а вот сейчас не смешно. Так, вот теперь и меня спалили. Ай! Эх, не успел. Черт, их много. Мне кобзда. Их слишком много. Я попробую поубивать нескольких. Поубивай некоторых пистолета. А что я пытаюсь потом делать? Все, все, больше не могу. Черт. Чего? Мне кобзда. Еще, не дай бог, и меня подстрелят. Так выруби этого нациста. Ой. Ну, говорил же, выруби его. Говорил же, выруби его. Он один оставался. Могу с автомата перестрелять его. Ладно. Лучше сейчас беги. Так. У меня лаг, я не могу двигаться. Вот все, только сейчас начал двигаться. Пролагало. А ты умри. Так, сейчас сточу тогда автомат. На, сволочь. Все, сейчас они подухнут. А, не понял. Вот все. Вы теперь мне гг. Артиллерия. Артиллерия вызвали. Нас не задело. Скорее всего, на меня хотели вызвать. Но я успел отбежать. Угу. И сейчас надо найти этого корректировщика. Спать. Кто здесь корректировщик? Он вдалеке где-то. Наверняка. На. На. На тебе в сердце. Ага, вот он этот корректировщик. Да ё-моё, а то сдох, что долбанный десантник. Десантник поддержки был? Да, десантник поддержки. Чё ж они живучие-то все такие? Броню, наверное, специальную имеют. Вполне возможно. На. Минус офицер. Так, что ж. Обычным котелло. Это офицеры. Они что с пулеметами, они-то джаггернауты, наверное. Возможно. А джаггернауты это вообще машины для убийства. Поберегись. Слава богу, в этой мясорубке выжили. Хотя мы на грани смерти были. Ага. Пусть у меня пролагало, я не мог двигаться несколько секунд. А ты должен был быть раненым. Валяться. Мм. Так, сейчас прихвачу фаус-патрон. Упс. Ты бы мог водителя убить. Сейчас попробую убить водителя танка. Вот всё, ошлёпнул я водителя танка. Всё, обезвиживаю. Тихо-тихо. Нет, ты не видел, ты не видел, ты не видел, ты не видел. Так, наводчик, наводчик ошлёпнул. Ну, а начали автоматически полить из пулемётов. Поэтому всё. Всё, я сматываюсь. Чё он такой живучий? Всё, панцирь ягер уничтожен. Отлично. Так, сейчас поменяю фаус-патрон обратно на Томпсон. Так, перезарядка. На. Чё главное, не забывай про броневик. Угу. Я не забыл про него. а то друг опять подумай что он пустой на деле там сидит экипаж так чтоб тебя на так называем про побочные задания тихо не спаливай так блин у меня гранат нет а надо бы хотя бы пару-труйку такая интересная смогу не а слишком для кого там так так похоже солдатей попрятались да блин старали уворачиваться ты не видел и ты не видел так все я валю отсюда минус орудия так тихо так тихо так на мин там где-то еще минное поле есть но я мы наверно туда не пойдем там три мины расположены противотанковые так что вот так нашел разные документы а я пока в здание тут забрался так блин тут входов нету я кстати даже компьютер один присмотрел даже компьютер один присмотрел так что так что об тебя так мало боеприпасов это засада там тебя походу немцы подозревают я знаю что подозревают так и кто то хочет меня оттеснить попробую некоторых укрепостей поубивать а я пока попробую боеприпасов найти так так но аптечка нашлась тоже неплохо еще патроны для винтовки нашлись это хорошо но главное не забывать тела врагов обыскивать еще раз привет так вижу броневик вздохнешь ты или нет вот вся броневичок я вижу на так тихо убийство наводчика так одному очку пристрелил так тихо ой ой состязание дерьмо скорее беги оттуда я кстати могу карла фербина назвать это охотником на немецких яичек попробую броневик обойти с другой стороны так похоже артиллерию вызвали да вызвали ха ваша аре а я то убежал так ага значит в этом броневике двое наводчиков окей получай еще раз привет тихо все-все-все я валю отсюда все сейчас разницу броневик так этих немцев я пока ввожу в заблуждение вот ав-41 уничтожен все так броневик разнес в кулачье так так че я не обыскиваю не могу обыскать так вот все блин патроны квинтовки кристалле тут хоть дайте пожалуйста в смысле да в смысле да я вот кстати вот еще вспомнил из кооператива с Вовой вот сервисом Брайт Айланд светлый остров там Вова удивился когда увидел горящих скелетонов вроде то его нелюбимые да 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 и вот он такой и Вова думает серьезно и вот горящий клир это жестко но тут попросим не придираться или ибо играли на сверх хардкорной сложности я уггзан что намного сложнее чем ментал или крутой да как можно виноград украсть ааа вот как пишется прослушиваясь ментал круче только яйца в общем ментал это для тех у кого стальное очко но я помню ну а я вот одиночную кампанию вот я проходил на крутой сложности да я помню первое пришествие прошел на на крутой второе пришествие и также светлый остров ну и конечно еще третье четвертое ну и вот несколько дней назад сибирскую бойню прошел на крутой сложности одиночную кампанию и даже боссфайт на максимальной сложности записал мне на день рождения друг подарил вот земляк из Мурманской области а это кстати было незадолго до блокировки стима ты имеешь ввиду чтобы в рублях оплачивать ну да блин я повышу я хотел всех троих гранатов взорвать ничего не получилось вот так вот я пока обыщу тело этого товарища вот ничего шинки не нашел так сейчас установим сейчас я хостную запчатку и валим так а тут у нас задание убейся солдат кассов хили ой вот скример вот все так похоже не всех прихлопнули ладно так у меня этих ловушек максимальное количество установлю-ка я парочку так ну-ка попробуй-ка поповлекать о получилось о кассел хилл зачищен отлично чёрт беги скорее оттуда А кстати, вот по поводу приколов Мне вот еще временами вспоминается Самый известный ютубер по КС Русский мясник Он записывал КС 1.6 И вот он вроде же прикол Подколол одного из игроков Да И вот там Он играл в КС 1.6 Записывал точнее Вот видео И вот он Вот один или другой Один или другой Другого чел Тебя там ничего не жмет И вот другой спрашивает Ты что офигел? А мясник начает поддакивать Да, трусы жмут А кто из них подпалит Кого только можно А я кто-то на мою ловушку наткнулся Так, мало боеприпасов Это не есть Тихо Ох, блин, вовремя Я отбежал Чуть не спалился Так, одного приманил А меня тут кажется Спалили сейчас Или нет Пока Неудачник Так, я одного немца Свистом приманил Попробую Прихлопнуть Прихлопнуть его Ну да, в кустах Только он что-то не решается Подойти Боится Надо подождать Когда успокоятся И они подойдут Так, ох, кто ж Э, да И че это, блин, было сейчас Мне похоже Бесполезен Так, граната с ручкой нашлась Отлично Так, ладно Этим я Маленький бум Да Не помогло Тихо Так, ага Да что об тебя Э, не понял Ха, зашибись Вот, нацист в текстурах застрял Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Вот, дамы и господа Видите, я как-то Вот, по Сирио Сэм Выкладывал смешный момент Попой из текстурах А вот А вот еще Смешный момент Всем телом в текстурах Хе-хе-хе-хе Можешь посмотреть Если Если хочешь Только если еще Показывает у меня Потому что На разных компьютерах По-разному Показывают Так, о, патрон Для пистолета Вот Мне, к сожалению Не показывают А вот А вот У меня Показывают Всем телом В текстурах Хе-хе-хе Ладно Так Так А мы щукаем Я только В твоем Виде могу Увидеть Ага Так У меня не показывает Я пока Бычу тело Всего один Патрон Пистолету Но ядрен Батон Так Маловато Да-да Так все Сейчас я Таймер врублю Да врубай ты Таймер Так все Я врубил Таймер Все Валим Такое Чисто Это не Таймер Он Поджигает Ну что ж Все артиллерийские орудия Похожим Уничтожены Теперь надо Позвонить В колокол Так Ладно Он будет Быть осторожным Там снайпер Да И который Еще мины Поставил За собой Да блин Кто не трогал Ага Как хорошо Что вот Снайпер 4 Можно по трубам Лазать Вот Вот как Ванчарт Это Rise of the Tomb Raider Ну и конечно же Splendor Cell Так Тут у нас Что Я тебе там Вроде говорил Что я присмотрел Там один компьютер Да ГВЛ Ну вот Какая Какой Вот Какая Марка Компьютера Вот Ты не уточнил Ну я там Системник Присмотрел И там Видеокарта Это В комплекте Как у тебя 1660 Супер А Ну пока что У меня другая Стоит Видеокарта А та Которая 1660 Супер Вот Мне На крайний Случай Сейчас у меня 16 1660 Ти Вроде бы Стоит У меня Вот это На старом Системнике Было 1660 Супер Так Опа Вижу Растяжечку Ну пока У меня Денег Вообще Не хватает Но Немножечко Понакопить И все Ага Вот Если что У меня Большая часть Денег Есть Ну Ты Ты Я так Пока Не спешишь Заказать Скин Гоуста Из Перезапуска Call of Duty Мне Кстати Два Скина Гоуста Приглянулись Вот Там Парочка Интересных Скинов Нашлась Оба Из Из МВ3 И вот И да простят меня Фанаты Call of Duty Но Я не хочу Бить по чьим-то Фанатским чувствам Но вот МВ3 Которая 2023 В плане Сюжета Не очень Удалась Сразу скажу вам Оригинал 2011 Лучше Вот И мне конечно Там нравится Дизайн персонажей Анимации Там Перезарядка Вот Но в плане Сюжета Она не очень Какая-то Оригинал Лучше Слабовато Походу Вышло Да-да Тихо Вот Поэтому Вот Ребятушки Вот А вот МВ2 Вторая МВ Которая 2022 Она еще Ладно Более-менее Средненькая Такая Получилась А вот А вот МВ 2019 Замечательная Вот У меня Я в мультиплеер Много играл Вот Да Мне нравится Как же мне нравится Там анимация Устранения Врагов В ближнем бою Вот Да Вот Так что Вот Господа Так Меня начали Подозревать Ага Я вижу И вот И вот Как же хорошо Что вот В МВ 2019 Есть персонажи Которых называют Русскими Терминаторами Они Ибо Эти персонажи Могут Вырубить Одними Голыми Руками А Некоторые Используют Ножи Либо Оружие Либо Еще что Поэтому Вот А вот Вот этот Подраздел Вот подотряд Называется Спецназ Вот Фракция Альянс Да И вот Все Вот Персонажи Спецназа Выносят Голыми Руками Вот Да Поэтому Их называют Русские Терминаторы Один к тебе Приближается Вижу Так Вот Все Прихлопнул Поэтому Вот Это Напоминаю Эти персонажи Вот Первый Это Братья Близнецы Вот Максим И Дмитрий Вот Третий Вот Родион И Четвертый Никто Вот Так Так Это тот Которого Мы ищем Так Не Это Это Обычный Офицер Поэтому Вот Господа Вот Если хотите Открыть этих Персонажей Вот Спецназ То Сразу Начнутся С Никто Вот Его Надо Покупать За Деньги Да Вот Чтобы Открыть Родиона Надо Пройти Спецоперацию Паладин Чтобы Открыть Бейла Пройти В основной Сюжетке Финальную Миссию А Минотавра Совершит 300 убийств Из штурмовой Винтовки Вот Поэтому Вот Господа Как-то Так Ух Нифигай Сколько Немцев Уже Стал Подозревать Ага Поэтому Вот Господа Напоминаю Напоминаю Что Персонажи Которые Я упомяну Выносят Голыми Руками Плюс Даже В Мультиплеере МВ 2019 Я на Читеров Натыкался Но И одного Я как-то Даже Нагнул Он Аим Ботом Пользовался Мудак Так Тихо Тихо Как Уже Дофига Сполошилось Вижу Несколько Я уже Шлепнул Вот Дерьмо Меня Спалили Так Беги Скорее Оттуда Пока Артиллерию Опять На тебе На тебя Не 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 Открыли Так Тихо Да Чтоб Тебя Да Засранец Засранец Двигаться Начал Наклонился В самый Ненужный Момент Так Ладно Так Давайте Идите Идите Ко мне Нацисты Я вам Пару Сюрпризов Приготовлю Давайте Наткнитесь Кто-нибудь На мои Ловушки Бам Спасибо Вот так Вот Прыгающие Мины Давайте Кто-нибудь Наткнитесь На ловушку Еще Так Мне кажется Или у меня Звук пропал В смысле Но музыка Что-то боевая Не играет У меня Тоже Не играет Так Ну-ка Сейчас Я пока Отвлекусь Так Параметры Аудио А Странно Вот Реально Что-то у меня Боевая музыка Не играет Может Это Баг Какой Баг Звук Еще В игре Есть Угу Ну Ну Давайте Нацисты Подойдите Кто-нибудь Найдите Кто-нибудь На мою Ловушку Да Давай Ближе 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 Подходи Бам Вот и Все Попался Нацист Лошара Так Ну-ка Так Так Мне все Еще Найти Пытаются Ага А меня Уже Потеряли Пока Только Подозревают Так Куда Делся О Еще Пару Патронов Для Пистолета Нашлась Так Лишь бы Найти Их У меня У меня Тут Минус Один Так Меня Пока Еще Подозревают Ну Меня Меня Тоже Так История Бата Найдите Документы Пока Поднимаюсь По Лестнице Попробуй Найти Документы А пока Пытаюсь Разделаться С некоторыми Ага О Патроны Для Пистолета Нашлись Отлично Не буду Искать Котки Сейфа Сразу Просто Разнесу Этот Сейф Не Церемонись Так Документы Поднять Так Надо Еще Об Об Аббате Узнать Забрать Под Э Восходить К знаку Вопроса Так Этого Товарища Я могу Ускать Похоже Нет Не могу Не понял Опять Опять Бак Вот Патрон Который Вращался По кругу Рисовал В моем Видео Увидишь Так Где Тут Перо Капа Может Это Вообще В черном Чего В черном Пинера Капа Одет Может Может быть Вон Валяется Куда Я целюсь Это Не Это Не Это Не он Скорее всего Вот Это Это Простой Офицер Статус Мертв Пробуй Обыскать Уже Пробовал Не Получается Так Ладно Пока Еще Я Пойду Побочку Выполня Может Это Он Я Кажется Он Нашел Он А я Еще А я Кот От Сейфа Нашел В последний Момент Продолжение следует Так Ладно Вот Все Побочное Задание Выполнено Все Теперь Вот Все С чистой Совестью Сможем Покинуть Миссия Так Ну Кайти Пиро Капу Еще Ага То Где Он Вообще Так Ну Ка Что Это Я Здесь Нашел Что Так Капу Я Сам Показывался Может Под землей Проверить Попробую Под землей Найти А то Я Нашел Какое Подземное Убежище Или Что Типа Того Так Это Солды Это Обычные Солдатели Так Ну Ка А Это У нас Кто Пиро Капу Нашел Его Это Мы Вышибем Мозги Все Готов Под землю Спрятался Вот Наглая Так Вот и все Молитвенные Четки Или четки Как правильно Все Задание Мы выполнили Выполнили Теперь все Можно Валить Может Побежим Побежим Ближайшим Да Зашибись А тут у нас Похоже А тут Вход Закрыт Я не могу Пройти Придется Обратно Придется А Хотя Стоп Ну-ка Я кажется Лестницу Нашел Придется По другому На поверхность Вырезать Вот Все Нашел Просто Вот За все время Снайпер элит 4 Я вот Именно таким Вот образом Как сейчас Вот видео Моем Увидишь Я первый раз Выбрался Обычно Я О Все Я наконец-то Выбрался Вот А то реально Я Таким Будем Какой Сейчас Проделал Я Впервые За все время Снайпер элит Воспользовался Вот Теперь Все Можно Можно Валить Отсюда Все Бежим Через Задний Ход Да Бежим Через Задний Ход Так Кажется Мы не туда Идем Да Похоже Мы не туда Пошли Ладно Идем Обратно Что ж Ребятушки Идем Через Так Тихо Аккуратненько Спускаемся Со Смыслом Упс Я Ничего не Нарасхерачивался Да Не переживай Уже Конец Миссии Но Слава богу ХП Не потерял Много Все Лишь Половину Потерял Ага Вот Все Ну Ух ты Все Прошли Прошли Мы Эту Миссию Не Без Фейлов Конечно Но Как Говорится Фигня Случается Да Что ж Да Прошли Мы Пятую Миссию И на Этом Все С вами Были Как Всегда Фокс Эхо Всем Удачи И Пока Всем Пока Ребят Субтитры